Всем привет, ребята! Представляю вашему вниманию все новинки компании Samsung, которые совсем недавно представили на презентации. А именно три флагмана, почти безрамочную раскладушку, улучшенные беспроводные наушники и, конечно же, домашнюю колонку. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Начнем с флагманских смартфонов Samsung, а именно Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra. Прям как у компании Sony. Что же мы видим первоначально, глядя на эти великие флагманы? Большой дисплей, почти без рамки на передней панели, отверстия для фронтальной камеры будет находиться в центре дисплея, а не в правом углу. Под дисплеем будет расположен ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, но это только при беглом осмотре. Давайте разберемся поподробнее. Чтобы вместить больше камер, а именно 4, компания поменяла дизайн задней части смартфона. Все модели S20 будут иметь дисплей QHD+, AMOLED с частотой обновления экрана 120 Гц и процессором Snapdragon 865. Наконец-то, ребята, никакой собственный процессор не заменит нашего любимого дракона. Объем памяти S20 и S20 Plus стартует 128 ГБ. У них также есть слот для карт памяти. MicroSD. Оба смартфона имеют основную 12-мегапиксельную камеру, сверхширокоугольную камеру и 64-мегапиксельный телеобъектив с трехкратным оптическим зумом. S20 оснащен 6,2-дюймовым дисплеем. У S20 Plus диагональ составляет 6,7 дюйма. А теперь топчик, а именно S20 Ultra. 6,9-дюймовая модель помещена в корпус из нержавеющей стали, что сейчас большой плюс. Имеет до 512 ГБ памяти и до 16 ГБ оперативной памяти, что, на мой взгляд, великолепно. И самое главное, это основная камера на 108-мегапиксель, сверхширокоугольный 12-мегапиксель и еще одна камера с 10-кратным оптическим зумом. Samsung использует программное обеспечение для создания 100-кратного цифрового увеличения. Ну вот, мы и вкратце прошлись по флагманам. А теперь на очереди раскладушка Samsung Galaxy Z Flip. Первый, кто представил складную модель, это компания Motorola, а именно Razer. И сразу все люди стали обсуждать эту новинку в сети. Galaxy Z Flip складывается вдоль своей горизонтальной оси с 6,7-дюймовым внутренним дисплеем. В Samsung Galaxy Fold и Z Flip используется ультратонкое стекло. Для чего? А для того, чтобы предотвратить повреждения. Производитель внедрил в смартфон внешний дисплей размером около 1 дюйма, чтобы показывать уведомления и время. Сердцем смартфона выступает Snapdragon 855 Plus. У него 8 гигабайт оперативной памяти и батарея емкостью 3300 мАч. Z Flip поставляется в двух цветах, черном и фиолетовом. Имеет две 12-мегапиксельные камеры снаружи. А теперь время беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Plus. Сразу же после выпуска первой ревизии беспроводных наушников, они сразу же стали хитом. Особенно для фанатов Samsung. И теперь в 2020 году компания готова представить Galaxy Buds Plus. Самые главные фишки наушников, что они обеспечивают лучшее качество звука, имеют модернизированные микрофоны и большее время автономной работы. И настало время домашней колоночки Galaxy Home Mini. Больше года назад компания Samsung анонсировала домашнюю колонку Galaxy Home, но похоже, что первый свет увидит ее уменьшенная версия. Главное отличие творения Samsung от других умных колонок – это ИК-передатчик, с помощью которого она может подключаться даже к устройствам, не имеющим доступа в интернет. Первоначально купить Galaxy Home Mini можно будет только в Южной Корее. Ну что же, ребята, на мой взгляд, презентация получилась великолепно. Как мы видим, компания Samsung с каждым годом, прям прорывным годом идет просто ввысь. Почему так? Потому что они выпускают очень годные продукты, которые конкурируют с компанией Apple. Как мы знаем, в Америке сейчас только два производителя – это компания Apple и компания Samsung. Других, как бы, Xiaomi вы там никогда не увидите изредка где-нибудь. Как мы знаем, компания Samsung занимает почти треть мирового рынка. И эти три смартфона, которые они сейчас выпустили, действительно порвут рынок в 2020 году. Как мы видим, они не только приставили три смартфона, но приставили умную колоночку. На мой взгляд, тоже замечательное решение. И беспроводные наушники. А вот эта раскладушка Z Flip, на мой взгляд, действительно стоит внимания. Потому что, как мы знаем, Motorola выпустила Razer и все просто сходили с ума. Хочу купить, хочу и купить. Но стоила она от 2000 долларов и выше. Но, как мы видим, постепенно, постепенно цены будут уменьшаться. И эти смартфоны и так далее будут доступны нам, простым пользователям. Ну что же, с вами был канал ТехноУм. Кому понравилось видео, ставь лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.